Здравствуйте! В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Ниньского округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Люба! Добрый день, уважаемые телезрители! Рад вас снова видеть в этой студии. Региональная неделя опять наступила. Да, региональная неделя для вас вновь началась. Я знаю, что вы приехали раньше ее начала и посетили праздник Семенхат-Мирита. Расскажите, поделитесь впечатлениями. Значит, на самом деле впечатлений очень много. Вот я, наверное, впервые за многие годы действительно получился вот такой праздник. Было очень много народа. Причем приехали люди практически со всех уголков Российской Федерации. Были с Ямала, с Камчатки, причем приехали с Чукотки, там народный вот этот ансамбль. Было замечательно. И вот общаясь с ними, действительно получился праздник, вот эти зрелищные выступления. Ведь это не только гонки на лених упряжках, это не только прыжки через нарты, там метание аркана. Это жизнь, а ленивода. И даже жизнь сама показывает на соревнованиях, кто побеждает, они, как правило, передовики производства. И они там познакомились, они пообщались. Ну, в общем, замечательно все получилось. Отличный праздник. Я думаю, причем я обратил внимание, что народу было больше, чем на Бурандее. Потому что мы еще тут 9 мая в Бурандее проводили соревнования на снегоходах. А вот здесь это как-то вот очень зрелищно, празднично. Действительно получился праздник, и спасибо организаторам, вот то, что организовали это мероприятие. Особенно для коренных мочистых народов. Для них это очень важно, на самом деле. Конечно, да. Знаю, что вы приняли участие в съезде из Амвэя, да, и там выступили с докладом. О чем был этот доклад? Да, доклад как таковой полноценный, не совсем получилось по времени. Может, я прилетел уже в съезд, заканчивал свою работу, поскольку у нас было пленарное заседание. Кстати, тоже вот съезд ЕСАВЭй, нашей вот организации общественной. Проблем очень много на самом деле. И я сказал о том, что вот уже два с половиной года проработал в Государственной Думе. И мы первое, что сделали, мы проанализировали все законодательство, касающееся коренных мочистых народов. Севера, Сибири, Дальнего Востока. И вышли с инициативой перед председателем Государственной Думы. Заказали научно-исследовательскую работу в одном из ведущих российских институтов, университетов. Они эту работу сделали, порядка 600 уже страниц. И причем, проанализировав это все законодательство, мы увидели всю полноту, она сразу стала видна. Уже более 20 лет закону о защите прав коренных мочистых народов, прав свобод. И, конечно, он требует изменений. Нужно вносить поправки, нужно менять. Причем я сейчас посмотрел, если я раньше как бы владел информацией только по округу. Сейчас от Мурманска до Камчатки посмотрел, как живут коренные народы. И приходим к выводу, что нужно менять законодательство. Причем вот та работа научно-исследовательская, которая сделана ведущим институтом, это, по сути дела, дорожная карта. Что нам нужно вносить, какие изменения в законодательство. Это и земельный кодекс, это лесной кодекс, другие какие-то нормативные акты, на самом деле, очень серьезные моменты есть. Я думаю, что сейчас мы уже вышли с предложением создать рабочую группу в Государственную Думу, в Думе. И будем вносить поправки в законодательство по всему спектру вопросов. Хотя сейчас уже кое-что сделали, я думаю, и немало. Мы изменили земельный кодекс для того, чтобы с точки зрения земельных отношений поддержали коренные малочисленные народы. Мы создали фонд по изучению родного языка. Очень много об этом всегда просили наши коренные народы, даже в округе. Такой фонд создан, родной язык будут изучать в школах. Причем, если есть один ребенок, который хотел бы изучать родной язык, мы обязаны ему предоставить программу, мы обязаны ему предоставить учебник и педагога. Вот это очень важно. Сейчас наши кочевники, кто кочует, имеют право усыновлять детей. Они не имели такой возможности. Но самое главное, на что бы нужно обратить внимание, это вопросы, безусловно, еще раз посмотреть земельные отношения по рыбодобыче. Сейчас создана, кстати, у нас вне ведомстве такая рабочая группа совместно с профильными министерствами, агентство по делам национальности, посмотреть по рыбодобыче. В общем, дать все возможности для коренных народов, чтобы они чувствовали себя на своей, на родной земле, там, где они ведут традиционный образ жизни, хозяевами. Хозяевам, чтобы они там были и ощущали. К сожалению, я говорю, вопросов много. Более того, у нас даже есть народы коренные, которые разделены и живут в разных государствах, и у них есть проблемы бывать друг с другом, общаться с друг с другом. Я думаю, что можно сделать получение упрощенного гражданства для таких людей, которые хотят в Российскую Федерацию приехать. Есть ряд народов, которые вообще не являются коренными, хотя они по жизни есть, те же Айны на Камчатке. Они в свое время выехали, рассказывали там, когда мы побывали в Японию с России, вот, и их там практически всех вырезали в Японии. Часть вернулась, сейчас на Камчатке живет, они не являются коренными народами. Поэтому надо тоже это вносить в изменения, чтобы признать их коренными народами. В общем, как я вот все время говорю, и когда встречаюсь с коренными, наш академик Дмитрий Лихачев, что уровень, говорил, отмечал всегда, что уровень нравственности в обществе определяется отношением к коренным малочисленным народам. И это действительно так, лучше его не скажешь. Поэтому вопросов много здесь. И я думаю, что у нас очень хороший получился разговор, очень полезный для всех. Мы обменялись опытом, посмотрели, как живут в других регионах. И лично для меня все это было очень полезно. А в Госдуме приняли законопроект о повышении выплат пожилым людям. Вот расскажите, кого он коснется? Значит, это прозвучало в послании президента, в крайнем послании. И получилось как? Наши пенсионеры, это те, кто получает незначительные пенсии и меньше прожиточного минимума. И поэтому, когда мы в этом году проиндексировали пенсии выше инфляции, то получилось так, что до прожиточного минимума, если маленькая пенсия, небольшая, им доплачивает субъект. Да, то есть сумма, условно говоря, там у нас 18-19 тысяч прожиточный минимум для пенсионера, пенсия у него 10 тысяч, 9 тысяч доплачивает регион. А когда индексация произошла, у него проиндексировали вот эти 10 тысяч, и регион просто стал меньше платить, а сумма так и осталась 19, вот это прожиточный минимум. Это абсолютно неверно. Поэтому сейчас принято решение о том, что индексации пенсии будут только уже сверх прожиточного минимума. То есть все пенсионеры, у которых незначительная пенсия, пенсии будут проиндексированы, причем с 1 января 2019 года выше прожиточного минимума. Это будет справедливо, это будет правильно. Вот такое решение принято. Я с вами согласна. Да, ведется работа по нацпроектам. Вот расскажите, какие национальные проекты будут реализовываться у нас в округе, и сколько средств будет выделено из федерального бюджета? Нацпроекты, 12 национальных проектов, послание 10 целей президента, 12 национальных проектов. Денинский автономный округ вошел в 11 национальных проектов. При этом, я надо дать должное, исполнительные органы власти отработали достойно в этом направлении. Постоянно они работали с профильными министерствами, причем огромная работа была именно по заключению соглашений. Округ готов к национальным проектам. Причем сумма для округа получилась, ну если говорить чисто по национальным проектам, это проекты, где бюджет участвует 95-99% средств федерального бюджета. Значит, чисто по национальным проектам 1 миллиард 272 миллиона 363 тысячи 300 рублей. Это только по национальным проектам, я не говорю федеральные государственные программы. Это отдельное. Идет расклад, о котором мы сейчас... Там уже соотношение несколько иное. Оно может быть и на 50% и другое. А национальные проекты, это практически федеральные деньги. Практически федеральные деньги. Но есть одно но. Вот мы сейчас буквально на пленарном заседании, наверное, вот дней 10 назад, проанализировав вот эту ситуацию, мы, кстати, заслушали в этом отношении, как выполняется, вот национальный проект реализуется. Заслушали министра экономического развития Орешкина. Кстати, он оказался не готов для встречи с депутатским корпусом. И председатель Государственной Думы, значит, предложил ему, значит, подготовиться как следом. Потому что те вопросы, которые депутаты задавали, но ответов мы не получили. Ответов не получили. Как сказал президент, если ты не готов, к снаряду не подходи, уйди в сторону, дай другим это делать. Поэтому мы предложили ему подготовиться, прийти вновь в Государственную Думу. Заслушали мы министра труда и социальной направленности Топилина. Хороший разговор получился в фракции, встречались на пленарном заседании, его заслушали. И что я считаю нужным, важным отметить, все как бы соглашения заключены. Деньги все в бюджете уже заложены. Причем с января 2019 года. Но на территорию ушло, на территории в регион ушло только 1,6%. От 617 миллиардов рублей, которые пошли до 2019 года. То есть практически никакие деньги на территории не пошли. А если взять север, получается у нас конкурсы месяц-полтора, мы еще денежки не получили. А когда они придут, конкурс еще не состоялся, мы практически вылетаем из национального проекта. Поэтому мы подготовили обращение к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву постановлением Государственной Думы. Значит, сейчас нужно отдать должное оперативно, правительство отработало. И однозначно уже даны команды, что деньги уже должны быть на территории. Причем не ждать никаких соглашений, когда они будут заключены. Они наиболее здесь идет серьезная такая протяжка по времени. Как только деньги заложены в бюджет, регионы обязаны эти деньги получить и работать. Причем соглашение заключать не на 3 года, как часто они заключают, а на 6 лет. На 6 лет до 2024 года. Я думаю, что здесь сейчас оперативно отработают. И кроме того, мы вышли, наша фракция вышла с предложением, я уже об этом говорил, разработать еще один национальный проект, это развитие села. Почему? Потому что сегодня мы не видим, вот мне, например, очень трудно, да не только все мои коллеги, уследить, как работает то или иное министерство по Арктике, невозможно. 37 федеральных государственных программ, каждый ведет свое направление, начинаешь уточнять, спрашивать, ответа, как правило, не получаешь. Поэтому было предложение от нас, чтобы создать отдельный национальный проект, вывести все арктические регионы, крайний север, мы должны видеть вот эти направления. И по селу, не только по Арктике, и по крайней мере северу, когда будет программа, национальный проект по селу, мы, по крайней мере, все цифры увидим. Как они реализуются, как работает то или иное министерство, как работают регионы. Поэтому создана рабочая группа в Государственной Думе. Мы направили предложение и сюда, в Ненецкий автономный округ, с тем, чтобы получить какие-то предложения и работать, уже работать непосредственно по этому национальному проекту. И еще, на мой взгляд, очень важно, мы же все добивались многие годы, чтобы было создано министерство по Арктике. Его не было. Не было этого министерства. Сегодня, я знаю, что очень активно Александр Витальевич в этом плане работал. Да все субъекты. На каждой встрече, на каждой площадке мы эти вопросы поднимали. И вот буквально, наверное, месяц, точно, чтобы не обмануться, не могу дату назвать, но создано не отдельное министерство по Арктике, а министерство по Дальнему Востоку и Арктике. И один из первых замов этого министерства курирует Арктику. Вот теперь, вот мы же видим, как Дальний Восток меняется. Какая там работа, поскольку я в этот комитет вхожу, там отдельное министерство. Мы четко видим все цифры, все направления работы, как они работают. Сейчас мы это все увидим уже Арктику непосредственно в этом министерстве. Это, на мой взгляд, такое очень важное, серьезное решение, которое позволит систематизировать в целом всю работу по Арктике. То есть национальные проекты, в принципе, я думаю, что финансирование плохое. Дай бы Бог освоить все эти деньги. Они сейчас все регионы получат. Я думаю, что жители округа увидят, как все будет меняться. А известно уже, что будет там? Строятся какие-то новые объекты? Это и дороги, это здравоохранение, это образование, это демография. Это по всем тем десяти целям, о которых мы встречались и говорили, они все практически заложены. Дорога Новосинск, внутренняя дорога. Новосинск, да, только хотелось спросить. Да, да, да. Причем дорога Новосинск, она обозначена уже приоритетным проектом. Все-таки она появится. Столько лет говорим, они, знаете, как черная дыра, сколько денег не выделяется, они все куда-то уходят. Да нет, мы просто вот, когда я еще был председателем собрания, мы деньги туда вообще не выделяли. Почему? Потому что не было смысла выделять туда деньги, поскольку дороги-то нет, она до Усинска пойдет. А от Усинска до Печоры же нет дороги. И большого смысла вкладывать деньги, большие деньги не было. Но сейчас, когда этот приоритетным стал проект приоритетным, когда Коми-Республика активно тянет уже от Печоры до Усинска, а мы отсюда до Усинска, уже теперь реально есть смысл туда вкладывать деньги. Почему? Потому что эта дорога должна замкнуться, соединиться там, где она, в районе Усинска, чтобы на материк была дорога. Вот самое главное. А иначе мы же понимали, что будем вкладывать деньги. Если там не вкладывается со стороны Республики Коми, большого смысла не было. А сейчас, я еще раз повторюсь, это серьезно, и нужно работать в этом направлении. Да, будем на это надеяться. Сергей Николаевич, еще один закон, который очень порадовал, наверное, 80% всех жителей России, это закон о ипотечных каникулах. Кто ими сможет воспользоваться? Что это вообще такое? И на какой срок рассчитаны эти ипотечные каникулы? Значит, жизнь, она всякая бывает. Кто-то потерял кормильца, кто-то потерял работу, кто-то стал получать меньше заработанную плату, то речь идет, если он стал меньше 30%, кто-то получил инвалидность, да все, что угодно по жизни может быть. И бывают ситуации, когда человеку трудно выплачивать ипотечный кредит, который они взяли. Поэтому принято решение сделать ипотечные каникулы, когда человек может до полугода вот эту ипотеку не возмещать. Почему полгода? Потому что ученые посчитали, статистика говорит, что человеку нужно 2-3 месяца устроиться на работу. Где-то вот так вот. Поэтому полгода у него будет возможность решить свои проблемы и ипотеку не выплачивать. Вот это решение, на мой взгляд, оно тоже очень важное, причем мы приняли только в первом чтении, там на самом деле очень много вопросов по нему. Вот. Но это нужно делать. Но последнее слово все равно остается за банком. То есть человек собирает определенный пакет документов, да, и несет в Сбербанк, и банк там в течение какого времени... Если мы примем этот закон, банк обязан будет это делать. Причем они поначалу отреагировали не очень охотно. Ну, понятно, да. Потому что все-таки... Потому что все-таки это самое... Они посчитали свою прибыль, да. Потерять-то они не потеряют, это же отложенные кредиты. Он не будет полгода платить, он потом снова будет платить. Вот. Но, в принципе, решение такое принято. И, кроме того, это не так много населения. Условно говоря, где-то порядка там 2% получается. Но там есть нюансы, есть моменты. Кто-то покупает жилье на последние деньги, а кто-то покупает шикарные квартиры. И стоит ли таким людям давать вот это ипотечные каникулы? Поэтому мы сейчас пока вот не определились, на каком уровне будем делать эту отсечку. Но я думаю, что где-то миллиона 3. Если покупают квартиру там 3 миллиона, на этом уровне будет отсечка. Если ты покупаешь квартиру за 30 миллионов рублей, то таких налогов каникул не получишь. Это уже роскошное жилье. Это не последние деньги у человека. А мы-то как раз направлены на тех людей, кому они необходимы. А то есть до 3 миллионов должна быть квартира? Да. Я думаю, пока еще не определено уровень отсечки. Я думаю, что будет где-то миллиона 3, а может и 4. Как решим? Решайте тогда 4, потому что у нас среднее жилье, да, стоит не 3 миллиона, Сергей Николаевич, где-то 4-4,5, если взять двухкомнатную квартиру. Вот, значит, надо учитывать крайний север, допустим, где какие цены другие. Вот я и приехал в регион для того, чтобы, когда встречаюсь, общаюсь, вот эти предложения, они будут объединяться, и будем думать, и уровень отсечки будем вот этот планировать. Вот это очень важно. На потребительский кредит это не будет распространяться? А в дальнейшем, может быть, планируете тоже такую же отсрочку сделать для людей, кто взял именно потребительский кредит? Вы уже видите, как депутат Государственной Думы, как раз один из депутатов, сказал то, что вы сказали. На сегодня это только ипотечные кредиты, касающиеся приобретения жилья. Потребительских кредитов это не касается. Но в перспективе, безусловно, надо будет посмотреть и распространить и на потребительский кредит. Но в перспективе. Но в перспективе. Причем там много было, больше, наверное, недовольств банков не в том плане, что они неохотно шли на это, а то, что мы же распространили, вот это распространение, надеюсь, на уже взятые кредиты ипотечные. Те, кто уже эти кредиты взял, вот здесь они очень неохотно шли на это. Но я думаю, что это решение будет принято, это будет закон, и поддержим таким образом тех людей, которые материально меньше всего защищены. Конечно. Сергей Николаевич, знаю, что завтра вы летите в Мурманск, где состоится заседание комитета парламентариев арктических регионов. Что там будет обсуждаться? Значит, я думаю, что будут обсуждаться прежде всего политика международная, внутренняя политика государств, взаимодействие государств. Мы, когда были на форуме «Арктика. Территория диалога» в Архангельске, три президента, Россия, Исландия и Финляндия, сказали о том, все трое сказали о том, что взаимодействие международное, взаимодействие арктических государств, это ориентир, пример для многих других. Мы действительно в этом плане отличаемся. И даже президент Исландии тогда вывел формулу, почему это так. Он сказал, что люди на севере, они там ценят тепло, тепло взаимоотношений, они как бы другие сердца. Вот в этом плане подвел такую формулировку, поэтому отношения у нас другие между арктическими государствами. Они действительно другие, когда побываешь в европейских государствах, там все иначе. Так вот здесь вот это происходит, потому что мы довольно-таки часто встречаемся, говорим на различных площадках, глядя глаза в глаза, и эти вопросы решаем. И вот этих вопросов, я думаю, что там будет очень много. Мы буквально завтра вылетаем, потом в Мурманск, а потом опять, кстати, ночью сюда, и здесь будет у нас же союз женщин арктических, женщины арктики, собираются на Ренмаре. Поэтому вот тоже у нас, по-моему, там Ирина Роднина планирует депутат, Журова, это олимпийская чемпионка, конькобежка, да, Пушкина Оксана. В общем, там женщины, наши с Думы планируют сюда тоже прилететь, в округ. Эти моменты мы будем, безусловно, использовать, я потому что говорил, что ту или иную законодательную инициативу, когда ты ее продвигаешь, очень важно, иногда бывает, что просто подцепиться не то слово, наверное, к депутату, который, допустим, известен всей России и прочее. Той же, там, Оксана Пушкина, там, Ирина Роднина. Поэтому очень важно. Вот эти контакты, я думаю, что Александр Викторович абсолютно правильно вот эти вещи делает. Это возможность получения федеральных средств. Мы-то вкладываем много, на самом деле, в федерацию, а получаем-то не так уж и много, на самом деле. И вот очень важно, вот эти контакты, замошения, нужно использовать любые моменты для того, чтобы все-все к себе, к себе в округ. Вот так вот. Сергей Николаевич, не видели с вами месяц, вот что еще важного произошло за этот период, а что вы еще хотели отметить? Ну, прежде всего, я думаю, что нужно сказать, это то, что я порыбил уже медвежность рабочей группы, сказал. Кроме этого, мы совершенно недавно приняли решение о том, что создана рабочая группа в Государственной Думе по аннексии Украиной Крыма. Мы сделаем оценку, какой ущерб Украина нанесла Крыму за то время, когда он там был передан этому государству. Счетная палата, мы дали его возможности, право счетной палате сделать аудит, проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц там, где есть федеральные деньги. Это первое. И второе, те общества, организации, где и принимает участие к госкорпорации. Этого мы не могли раньше делать, и мы видим, какие суммы уходили на госкорпорации, та же нанотехнологии, Роснефть, там, по Газпрому. Сейчас счетная палата такую возможность будет иметь. Мы увидим все, как идут деньги, федеральные, как они используют эти деньги на самом деле. Вот, на мой взгляд, это очень важно. Кроме того, мы же приняли закон о палеоативной помощи, помощь смертельно больным людям. А сейчас посчитали, закон приняли, посмотрели, а у нас наркотических-то средств в России нету, мы 100% все это закупаем. У нас практически отрасль по вот этим растениям, которые наркосодержащим растениям, их нету. Поэтому мы приняли закон, и сейчас будем культивироваться, выращивание наркотических растений. Для чего? Для того, чтобы мы делали обезболивающий препарат для тех людей, которым вот эта помощь необходима, нужна. Понятно, что под жестким контролем, и очень много там вопросов на самом деле по нему есть, на вот этот закон тоже будет принят. По коррупции ряд моментов, по организованным преступным сообществам, усилили уголовную ответственность, по преступным сообществам, по организациям, поддержали инвалидов, ввели административную ответственность за, если не предоставляются услуги, инвалиду, там нет подъезда, там, да все, что угодно, к транспорту, к жилью, во всем абсолютным направлениям ужесточили административную ответственность, больше внимания инвалидам. То есть, вот, я думаю, что нам не хватит и двух часов, чтобы мы проговорили, какие еще моменты обсуждались в Государственной Думе, какие решения приняты. Вот, но еще раз говорю, что вот те моменты, вот, которых я обозначил, и перспектива, мы сейчас приедем, надо вот обязательно собираться вновь в рабочую группу по переезду, потому что я вошел в рабочую группу по переезду в климатические условия благоприятные. Практически деньги не выделяются федеральным центром, порядка 5 миллиардов рублей, это ни о чем, это нужно 100 лет, чтобы мы поселили людей в благоприятные коммунистические условия. Так вот, мы уже провели несколько раз заседание, у нас, кстати, предложения неплохие, от НИИСКО, автономно, как от Александра Витальевича, Субульска, в частности, были предложения, они отреагировали положительно, и нам очень важно, чтобы мы запустили другие механизмы по переселению. Если не выделяются деньги, должные, для переселения, значит, давайте будем запускать другие механизмы. Пусть нефтяники строят, дадим им где-то льготу какую-то, да? Может быть, как вот Александр Витальевич предлагает, мы построили дом не здесь, на Ренмаре, а мы за такие же деньги построим 3 дома в Ярославле, условно говоря. Пожалуйста, переезжайте туда, если хотите вы уехать на благоприятные условия. Но, будьте добры, те квадратные метры, которые в Ярославле построены, в зачет, чтобы шли в округа. Ведь это все учитывается, а это на сегодня нет, и это по всей России так. Поэтому вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Провели мы сейчас видеоконференцию, причем 44 субъекта Российской Федерации участвовали. Наши доклады были, кстати, хорошие доклады от нашего законодательного собрания Куржного, от исполнительной власти по цифровой экономике, по цифровизации. Посмотрели сейчас, вот это направление одной из самых основных, и, кстати, направление, в котором мы, ну, может быть, я кого-то обижу, не обижу, но мы пока еще отстаем и серьезно по цифровизации. И здесь нам надо наверстывать, иначе мы на обочине истории окажемся. И очень важное направление, мы провели вот этот круглый стол, такой широкоформатный, в рамках видеоконференции, очень дельные предложения, и мы сейчас начнем вот эти предложения реализовывать в федеральное законодательство, в федеральные законы. А по экологии обсуждается какой-то вопрос в Госдуме, что касается бытовых отходов, очень актуальная тема? Очень болезненная тема, на самом деле, и очень болезненная в каком плане? Россия практически не занималась отходами. Никогда. За всю историю государства российского мы отходами не занимались. Посмотрите, в Европе, в центре городов стоят центры по переработке, получают энергию, причем на выходе замеры, там, десятикратные, настолько жесткий контроль, у нас же мы не готовы к этому. Сегодня Санкт-Петербург, Москва, крупные города, они практически в мусоре все. Почему мы приняли закон, чтобы Москва, а заводов нету, и для того, чтобы им развернуться, как года три нужно, в той же Москве, чтобы эти заводы построить. Они наметили на европейском уровне заводы будут переработки. А в целом по Российской Федерации, посмотрите даже у нас, когда на села едешь, на самолете летишь по селам, посмотрите, что происходит. У нас даже культуры такой нет, но у вас на улице менталитета, вот те же отходы там собирать, бутылку туда, там пластик сюда. Швеция, Норвегия, они же с детства знают, в какой бачок им нужно, в какой бутылку туда. У них раздельный мусор, и культура приливается с детства. У нас нет. У нас это вообще нет. Поэтому вот делаются первые шаги, первые шаги для того, чтобы мы все-таки эту работу развернули. Причем вот за эти два с половиной года, я говорю, что мы приняли законов, ну, порядка 12 федеральных законов, которые не принимались десятилетиями в России. Десятилетиями. Они очень непростые, они очень сложные. Почему мы встречаемся с жителями, разговариваем, общаемся, потому что в любом случае с людьми надо говорить. И надо это сделать так, чтобы не нанести людям ущерба материального, финансового, чтобы это было все по силам им. А то сделаем там какую-то плату, условно говоря, да, а вот в деревне взять. Практически же отходов нету. Если вот, допустим, я сейчас был в Неси, вот прием провел, с народом там встретился, пять дней, там ты сколько, три дня вот топил углем печь в отчим доме. Это тяжело. Но отходов-то практически нет, все сгорает, вот когда углем топим. Возникает вопрос, почему он должен платить, если у него нет отходов практически. То есть там десятки, сотни вопросов, которые нужно учитывать вот этой мусорной реформе, как мы сейчас говорим, и максимально учесть в федеральном законодательстве с тем, чтобы мы не допустили, чтобы люди почувствовали напряжение в этом плане. Вот что важно. Доходы-то ведь все-таки небольшие, почему президент сегодня и о бедности говорит, и программы, и национальные проекты нацелены на это. Вот это очень важно. Поэтому сложнейший закон, сложнейший, как многие другие, которые мы приняли об экологии, о животном мире, я уже говорил, о любительском рыболовстве, сложнейший закон, о паллиативной помощи, о ипотечных кредитах, о обманутых дольщиках. Сложнейшие законы, которые требуют разговора с людьми, очень предметного, профессионального на самом деле. Сергей Николаевич, есть еще один закон, дефибриллятора касается. Что это такое, да? Сложное слово, но очень нужное, необходимое, и порой спасает от смерти. Да. Дефибрилляторы наружные, автоматические. Сегодня вот 300 тысяч россиян, 300 тысяч россиян сегодня является под угрозой остановки сердца. Каждый год происходит порядка 300 тысяч остановки сердца у людей. Где бы вы ни находились, на улице, в остановке, где угодно. И мы сегодня не готовы. Здесь нужно 3-5 минут. 7 минут, максимум, наверное, врачи более точно скажут, когда нужно сердце запустить. Во многих странах развитых это делается. Штаты, Канада, европейские государства есть в общественных местах, они вот висят. Это какое-то оборудование? Это оборудование. Нам показали в Государственной Думе, это такой блок автоматический. Если человек упал, сознание потерял, причем он не будет запускать сердце, этот блок, он сам определяет. Когда его подключаешь к человеку, он сам определяет, нужно запускать сердце, потому что это может быть и не сердце остановилось, и не специалист это не поймет. А как тогда? Вот он висит, да? Человек упал. Я же должна еще знать, как этот аппарат подсоединить пострадавшему. Там все расписано очень просто. А то есть там будет висеть инструкция, да? Очень просто. Очень просто. Аппарат подключается, аппарат умный, он сам говорит и делает, что нужно делать для человека. 0,2% жителей России подвержены остановке сердца. И очень важно, если мы 300 тысяч, ну, спасем жизни хотя бы там 30-ти сотни тысяч, это же великое дело. Дорогостоящий это аппарат? Не могу сказать, но оно будет выпускаться нашим производством, отечественным. Это будет все расписано, регламентировано в общественных местах. А где планируется в общественных местах? На остановках, да? Да, да. Домах культуры? У нас Крайний Север тоже. Где, как его еще? Конечно. В первом чтении приняли. Вопросов опять очень много. Опять очень много вопросов, но нужный закон, который нужно принимать на самом деле. Сергей Николаевич, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Очень много полезной информации, много законов, которые касаются каждого из нас. Спасибо еще раз. Кстати, вам большое спасибо. Приглашайте. На что готов будут ответить, готов ответить. На что не смогу, подготовлюсь и отвечу. Спасибо. Вам спасибо. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы от Ниньского округа Сергей Николаевич Коткин. До новых встреч.